Темой данного урока являются функции и все, что с ними связано в языке Python. Прежде всего, стоит отметить, что мы все уже так или иначе сталкивались с функциями. Например, функция print. Она говорит интерпретатору, что нужно вывести значение объекта в терминал. В свою очередь, функция является фундаментальной концепцией программирования в целом, потому что она есть почти во всех языках программирования. Поэтому, прежде чем говорить о том, как функции устроены в языке Python, что происходит, когда мы их запускаем, и как вообще исполняется код, я бы хотел поговорить про то, почему люди вообще пишут функции. И первой причиной является переиспользование кода. Предположим, что у нас есть кусок кода, который решает достаточно определенную задачу. Допустим, он находит минимум в списке. Тогда звучит очень логично вынести этот кусок кода в отдельную функцию, которая бы и решала нашу задачу. Потому что, когда в следующий раз мы захотим снова решить эту задачу, нам было бы проще вызвать функцию, чем снова писать этот блок кода. Таким образом, кроме того, что ваш код станет очевидно короче, потому что вам не нужно писать блок кода здесь, здесь и здесь, вам на самом деле достаточно написать один раз функцию, и потом трижды ее вызвать. Вы на самом деле еще уменьшаете вероятность ошибки, потому что вам достаточно один раз правильно реализовать функцию, вместо того, чтобы трижды правильно писать кусок кода. Второй причиной является структурирование кода. Если бы мы не писали функции, весь наш код выглядел бы как огромная простыня инструкций. Она сложно читается, и она плохо понятна. Хорошей практикой структурирования кода является написание функций, потому что таким образом мы создаем маленькие и понятные компоненты. Таким образом, поняв, как работает каждая маленькая компонента, нам сильно проще понять, как работает код целиком. Третьей причиной является сокрытие деталей реализации. Мы можем не знать, как, допустим, устроена внутри функция print. Мы знаем, что она принимает аргументы и выводит их в терминал, и этого знания нам уже достаточно, чтобы ее использовать. Мы можем при этом не заморачиваться, как же функция print устроена внутри. То же самое, допустим, для функции sort, которая сортирует список. Мы можем не знать, каким из множества алгоритмов сортировки пользуется внутри функция sort. Однако мы доверяемся разработчикам языка и просто ей пользуемся. Я уверен, что есть еще много причин использовать функции, однако, на мой взгляд, основных всего три. Первая и самое главное — это переиспользование кода. Вторая — это структурирование кода. И третья — это сокрытие деталей реализации.